привет ребята ну что я приветствую вас в наступившем 2021 году наконец-то мы пережили предыдущий год и пользуясь случаем я хочу поддержать такую праздничную новогоднюю атмосферу и нарисовать сегодня с вами такую зимнюю акварельную иллюстрацию ну что начнем в качестве референса я сегодня буду использовать вот такую фотографию и естественно немножко его видоизменю иначе я буду не я скетч я набросала довольно легкий и быстрый здесь самое главное ровными линиями нарисовать стаканчики и расположить их на листе так чтобы они занимали примерно половину площади всего пространства ну а вместо скучных серых перчаток я нарисую теплые варежки а вот узор на самих стаканах можно повторить либо нарисовать что-то свое более легкая например можно изобразить простые снежинки этот рисунок кстати мы будем рисовать белым лайнером уже после того как раскрасим наши стаканчики поэтому этот шаг можно сделать уже после и так наш набросок готов я перенесла его на более плотную бумагу она кстати 300 граммовая и очень гладкая идеально подходит для подобных иллюстраций начинаем мы самых светлых участков на картине в данном случае это крышечки наших стаканчиков а несмотря на то что может показаться что они практически белые на самом деле оттенок у них все же есть для него я буду использовать светло-коричневую краску по-научному цвет называется умбра и раскрашиваю участки крышечки разделяя их на части чтобы сделать ее более объемной а еще я добавляю темно-синего оттенка чтобы отметить какие-то теневые участки затем мы переходим к варежкам их мы изобразим довольно абстрактно одна варежка у нас будет темно-синий другая цвета умбры в общем используем мы те же цвета что и до этого после того как мы нанесли основной фон набираем на кисть побольше краски и рисуем узор напоминающий вязь то есть кое-где расставляем мелкие точки а где-то размытые мазки периодически я использую вторую кисть чтобы размывать кое-где краску главное сохранить эту небрежность и не стараться вырисовывать каждый узор на варежках а в Ну и теперь пришло время закрасить наши стаканы. Набираем побольше красного цвета на кисть и наносим на всю поверхность, отступая от круглых логотипов. Ну а сами логотипы раскрашиваем темно-зеленым цветом. Я решила его оставить, так как у нас будет он присутствовать еще и на фоне. Как видите, вместо логотипа Starbucks я решила просто нарисовать кофейные зерна. Во-первых, это значительно облегчает задачу, а во-вторых, у Starbucks на самом деле не самый вкусный кофе, как по мне. А вы как думаете? Итак, стаканчики мы зарисовали и переходим к фону. Я хочу создать иллюзию мерцающих огоньков, размытых на заднем плане. Поэтому мы использовать будем много воды, а основные цвета у нас будут желтый, оранжевый для огоньков и темно-зеленый и немного фиолетового на основной фон. Сначала я рисую желтой краской круги на влажной бумаге, а затем аккуратно зарисовываю фон, периодически смачивая поверхность. Кое-где я оставляю маленькие незакрашенные участки, чтобы фон наш не был чересчур уж плоским. Да, это требует некоторой сноровки, но без проб и ошибок не будет и роста. Это научит вас лучше управляться с акварелью. И после того, как мы завершили работу с фоном, можно приступать к самой приятной части – разрисовывать наши стаканчики. Я использую белый лайнер от фирмы Jelly Roll, вы же можете использовать простую белую гелевую ручку. Как я говорила в начале, именно на этом этапе можно было сделать набросок рисунков карандашом, но если вы сделали его изначально достаточно ярким, то он вполне может просвечивать сквозь слой краски. КОНЕЦ Также можно воспользоваться белой гуашью или акрилом, чтобы нарисовать кистью более толстые линии. А также я воспользовалась черным лайнером, чтобы обвести кофейные зерна или немножечко подправить логотип. На сами стаканчики я добавляю кое-где тени вторым слоем красной краски. Можно в цвет добавить немного фиолетового для того, чтобы оттенок стал темным. Ну и финальными штрихами корректирую мелкие детали. И вуаля! Наша иллюстрация готова. Это сочетание красного и зеленого цветов, а также ярких белых и желтых акцентов превратили такую простую на первый взгляд композицию в очень праздничную и зимнюю, так и хочется выпить горячего ароматного кофе. Ну и вы также не забывайте согреваться зимой, а еще подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить много интересного. А я увижусь с вами уже в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok